всем привет из солнечного неаполя сегодня с вами я татьяна блогер елена гид по южной италии ли нам добрый день друзья рада вас приветствовать конечно место съемку но совершенно необыкновенно вы не поверите девушки мы встречаемся в общественном туалете да в туалете который находится на железнодорожном вокзале ну во первых наверху очень холодно и ветрено во вторых так случилось что воспользовавшись этими услугами друг на меня нашли воспоминания как это было 20 лет назад конечно посмотрите какое роскошное помещение мы имеем за нашей спиной да конечно это помещение стоит и теперь уже конечно никто не придет сюда бесплатно умываться как это было 20 лет назад танюша ну ты представляешь 20 лет назад сюда эту часть каждое утро выстраивалась длиннейшая очередь женщин которые проводили эту ночь кто на трена ночевал в заброшенных вагонах ну возможно кто-то на улице кто на трена все таки не рискнул пойти потому что там периодически появлялась полиция по утрам люди выстраивались в очередь чтобы умыться в общественном туалете конечно но на каком-то этапе итальянцы начали с этим бороться во первых когда бы реконструирован этот вокзал появились совершенно другие условия собственно теперь вот эта нижняя часть вокзала она используется и как торговая зона и у нас появился такой роскошный туалет да ну вообще конечно это тема само слово туалет подразумевает что мы как бы себя переносим в тот ракурс который является нашей интимной частью жизни но это то что без чего жить просто невозможно но и сегодня мы в принципе помимо этого туалета все-таки рассматриваем тему иммиграции с нами и мы здесь именно в туалете встретили еще одну нашу участницу и сейчас я хочу представить ее вас зовут как вас зовут елена когда вы приехали из украины можно вас назвать иммигрантом можно и сегодня лена вместе с нами расскажет о своих впечатлениях иммиграции не я свое лена вы скажет свое и лена вы скажет свое мнение по поводу иммиграции елена вы первый раз приехали вот полгода назад это уже длится в принципе 5 лет периодически наездами здесь и последний мой визит серьезными намерениями потому что в украине я не вижу возможности просто жить не говоря уже о чем-то больше все что в принципе мечталась и хотелось и все остановилась скажи ли он ты приехала сюда чтобы изменить свою жизнь лучше а скажи ты пришла к этому вот только сейчас спустя пять лет вот пять лет когда ты ехала с от думала об этом что ты захочешь остаться здесь нет конечно у меня там семья взрослые дети мне 58 замечательная комплименты ты выглядишь просто супер спасибо но я хотела не об этом я хочу сказать что меня там дети внуки которых я конечно не вижу это немножко деморализует но лучше пусть они будут ездить сюда ко мне чем я мои несчастную украину просто я уехал я сбежала последняя моя возможность сбежать с украины спасти себя и мою семью скажи до сих пор война идет на украине дело не в войне а в физически невозможно ложить нет работы именно твоего возраста или вообще для людей моего возраста я не смогла практически устроиться на работу потому что сейчас все сказать немножко высшим уровнем принимается не личная беседа анкета и когда смотрят возраст лицо и все остальное не интересно скажи реально понимаешь этот человек уже не способен работать и но это речь идет о квалифицированной работе или вообще на любой работе на любую работу уже не берут тем более в нашем возрасте до нашего возрасте практически невозможно все пенсионные реформы привели к тому что я уже не востребованы не могу устроиться на работу у меня не будет пенсии у меня не будет ничего почему потому что у меня нет стажа но хорошо на сегодняшний минимальный нет страниц программы все время меняются сейчас социальная программа это нужно минимум 15 лет стажа это сегодня а завтра все может может поменяться каждый год меня я смотрю эти все новшества и реально я понимаю что я даже социальную программу не смогу получит это клюву строку а плюс я так думаю это работа которая предлагается сейчас она вся черная да она неофициально или я ошибаюсь и в принципе да но смысл не в этом смысл в том что даже на эти деньги прожить невозможно сколько скажи скажи сколько нужно сейчас чтобы прожить в украине вот так просто платить за гаражер я даже затрудняю 100 евро нет нет а зарплата какая за какая сейчас зарплата реального края уезжала было нужно было получить на руки 5000 5000 это двери евро да да это меньше даже 200 если учесть то что допустим я работала официально на работе работа хорошая работа на секретаре у меня была минималка 3 чем-то не на руки получала 3000 не 4 200 официально вот 4 200 минус налоги и обучала 3000 гривен не хватало полторы тысячи гривен на одну неделю полторы тысячи гривен на вторую неделю только на питание речь не шла о том что нужно заплатить коммунальные услуги и все остальное питание скромное скажи пожалуйста тебе здесь продукты как-то вот впечатлили они чем-то отличаются от продуктов в украине конечно отличается не о чем говорить качественный ассортимент все растет как говорится все снимается земли на у нас и на витаминами все у нас супривозное там тепличное если зимой вообще невозможно и стекляшки но я больше не это здесь привлекать это привлекает здесь работа нормальная зарплата которую я получаю которую я могу я жить спокойно и могу помогать своим детям скажи тебя не смущает именно вот эта работа и многие женщины говорят очень унизительно об этой работе именно сиделки правильно мы же все приезжаем сюда бодан работаем как хочу сказать это зависит от менталитика работа есть работа не нравится еще другую меня на сегодняшний день устраивает моя подопечная очень хороший человек и за бабушкой ухаживаешь когда и семья замечательная я ничего не нуждаюсь а скажи вот ты бы не все ни в чем не нуждаюсь кроме твоей зарплаты что тебе еще дает твоя семья они тебе покупают что они тебе покупают еще дополнительно я не все ем и что едят они и я тебе пошла назад прошу они не покупают это без проблем у меня есть свободное время не все могут сейчас здесь на его выйти на два часа а у тебя есть меня есть два часа вот каждый день это прекрасно да у меня есть возможность у меня есть возможность выйти на подняв четверг и вот суббота у меня целый день у меня все устраивает на сегодняшний день а дальше будет дальше для того чтобы иметь что-то другое нужны документы ты бы хотела здесь остаться навсегда да я хочу это сделать но ты про плана нет возврата на украину только по крайней необходимости не хочу ты по санаторию сделаешь документы сейчас данный период возможно сделать я буду делать все для того чтобы легализоваться и остаться здесь я не вижу себя то есть в этот санаторий ты не успела до 20 я приехала в августе когда сануторе уже закончился там какой-то флюс по моему выходил еще после этого санатория не знаю ты сказала есть дети есть внуки ты хочешь туда забрать а ты знала мы не знаю пока это громко сказано забрать ну возможность ко мне сюда приехать увидеться отдохнуть забрать это программа максимум максимум и нам ты замужем у тебя муж остался украине на данный момент я свободный человек и меня это несколько не смущает мужчины которые смотрят наш канал у нас есть очень красивая свободная женщина у нас вообще все женщины прекрасно и наши женщины кладезь кладезь я человек такой что я ищу спокойного человека потому что впереди старость и я хочу рядом видеть спокойно адекватного человека без это сложно тем более здесь здесь и экспансивно и импульсивно очень беспокоит поэтому должно не показать прошло 20 лет и когда 20 лет назад делая репортаж о южной италии говорила о том что женщины покинули родину для того чтобы создать будущее своим детям и как они были всемирно унижаемы и оскорбляемы правительством которое теряло свои лучших лучших женщин до материнцы матерей которые оставляли своих детей они росли без мамочек прошло 20 лет и ничего не изменилось в худшую сторону изменил лучшую сторону и к сожалению один из здесь итальянец очень удивил я на севере работала мне такой интересного я не знал что я не знал что на украине есть такие красивые женщины всегда у меня родители были в возрасте больные уже за ними ухаживали баданки украинки полные старые я думаю такие женщины все на украине но к сожалению это грустная история потому что раньше приезжали сюда женщины которые уже вышли на пенсию и решили немножко подзаработать то есть основная масса то сейчас плынул поток людей помоложе потому что возможность на украине жить нормально я имею ввиду средне-стое население а в высшем эшелоне они по жителях я неинтересно лен скажи как ты сюда первый раз приехала чем ты добиралась бусами или прилетела на кивусами ехала с открытой визы до туристической туристическая не забыла а последние разы наверно уже по биометрии по биометрии туда-сюда же в одну сторону билет в одну сторону не хочу не хочу даже об украине и сколько слушая новостей все изменения кучу в сторону просто невозможно не смотря на то что уже новый президент новый президент всегда хуже предыдущего я не хочу лично не сказать ну так ну ему нужно на есть ему нужно наработать тот потенциал который уже был у тех которые ушли начинать с начала приходить в большую политику нести ответ за целый народ нужно к этому быть готовым заранее а не делать этот эксперимент придя к власти потому что никто за его действия отвечать не может народ уж слишком в тяжелом положении жил и до его прихода стал жить еще много хуже при его появлении понимаешь поэтому я согласна я думаю нужно время но то что делает он это сто раз хуже того что делали все его предшественники потому что ни одного шага в позитив и в будущее для украины для простой украины стать колонией очередной американской колонии к этому все стремятся так уже давно колонии так такие колонии по всему миру и к чему это привело ну к сожалению мы констатируем тот факт который уже был в америке когда пришел в америку тот же бизнесмен делать как президент вершить вершить дела своей страны сейчас мы получили то же самое когда пришел этот бизнесмен который пришел в америку он дал новое будущее америке если ты спросишь американцев хорошо ли им жилось при трампе так вот они все за него руками и ногами то что идут политические игры между демократами и республиканцами как это только политические игры а не простой народ американцы нет это не разное на нашего президента тоже было большинство потому что там уже уважали как человека на то извините за америка-америкой а за все проблемы это наши вопросы ты не правильно говоришь потому что америка теперь делает проблемы буду и будущее украины строит америка поэтому сегодня ты приехала завтра следом еще миллион приедет потому что жить будет совершенно невозможно и вот это уже невозможно и вот эта проблема потому что все сказывается на жизни простого народа я понимаю ну надо скажу зеленский решил пощипать миллионеров своей стране просто перераспределить денежные потоки это идет передел мира да и появляются новые хозяева только теперь если раньше коломойский этим владел то теперь это будет уйдет под федеральную резервную систему америки только и всего но для нас с вами и для обычных людей это не как нет никакой перспективы то что рассорили народы и люди не могут на сегодняшний день определить своего отношения вот нам лучше жить всем вместе и уважать друг друга а то верхушка нас существует независимо от нас и они кстати между собой умеют дружить и пожимать руки потому что они делят деньги а последствия их действий черпаем мы тем что люди стали не уважать друг друга бог знает какие приписывать друг другу хотя это это все надо на другом уровне творилось я считаю так я тебя лично должен уважать тебя как человека своими плюсами минусами потому что ты вот ты должен со мной строить отношения не как гражданин какой-то республики государства а как конкретный человек это ведь научил научиться отвечать сам за себя не надо государство и на правитель этого государства стрелки переводить сам будь достоин того чтобы тебя уважать правильно ты решила опираться на себя и тогда будет что-то политика политика и политик и двигающая сила первый раз в италии поэтому это уже многое понимаешь и знаешь и конечно как нигде в этой стране учишься в самом деле отвечать сам за себя с того момента когда мы стали заниматься блогерство вы наши каналы стали развиваться и у то не у меня теперь друзья во всем мире и люди пишут и американсы русские ами и мигранты и грамм и со всех стран покинули родину пишут со всех стран пишут с украины девочки с россии очень много пишут америка канада израиль не считай все италии потому что людей до кого тут в мире много и чтобы вот в этой ситуации когда мы все в повязках и под надзором вы не удивляйтесь что мы так себя ведем и за продолжаем снимать здесь представьте себе что сегодня в неапли наконец мы почувствовали что мы в красной зоне потому что закрыто абсолютно все нам негде остановиться для того чтобы в принципе реально для вас что-либо хорошее создать но попробуем конечно выйти наверх и показать как сегодня развлекаются те ребята которые получили в свое время благодаря ангеле меркель право здесь жить на законных основаниях как великолепно не проводит ежедневно свои ритуалы ритуалы да кто-то пресс качает кто-то босиком ходит уже в общем-то занимается наверное по системе иванова да но тоже иммигранты что скажешь так вот разница очень существенная поэтому есть что сказать те кто приезжает из стран бывшего советского союза приезжают работать и строить свое будущее те которые благодаря ангеле меркель получили такую возможность это бездельники которые живут на социальное пособие и ничего не делают целыми дня а в украине кстати таких людей называют переселенте ну которые с одного места перебрали от себя лично от лены или она сама поблагодарить поблагодарить лену за такое теплое интервью откровенное от которого у меня лично были мурашки по коже и я вспомнила то состояние когда я приехала сюда и лена подтвердила мои слова пожелать тебе лен чтобы твои все мечты осуществились именно здесь чтоб ты то что себе наметила обязательно сбылось все в самом лучшем сценарии скажем так спасибо большое было приятно с вами пообщаться девочки всем удачи здоровья и хорошего настроения лена не знаю как сложится твоя жизнь в будущем может быть ты обретешь здесь спутника жизни выйдешь замуж может быть я тебе этого желаю но даже если этого не случится по крайней мере ты сумеешь эти свои годы зрелые годы когда в общем-то раньше мы уже сидели на пенсии радовались близости телевизором теплому дивану поэтому теперь вечно молоды по крайней мере ты проживешь их не достал в достатке у тебя будет чтоб кушать ты найдешь во что одеться ты будешь иметь теплую крышу над головой и ты сможешь помочь своим детям это не так мало в этой жизни да это действительно не в этой новой реальности тебе было тепло хорошо и надежно да поэтому ощущение которое ты испытываешь переступая порог дома и у тебя есть работа да тебя сразу поднимает на такой уровень потому что ты уверена что завтра это будет копеечка на которую ты сможешь жить вот отсутствие заработка в италь тебя мгновенно внутренне опускает очень вниз поэтому ты сама знаешь здесь всегда нужно работать для того чтобы себя чувствовать уверенно я тебе желаю всего самого лучшего леночка как всегда подытоживая раньше сказано я бы хотела всем женщинам которые приехали сюда 20 лет на огромное спасибо за то что вы приехав 20 лет назад протоптали для нас таких вот новичков эту тропу лишение всевозможных унижений обид которая стала теперь ясно и понятная поэтому теперь когда вы приезжаете вы знаете в какие двери стучаться где пристроить свое тело да и да не погибнуть в этих новых условиях совершенно верно но я хотела сказать самое главное что девочки для нас для таких как мы протоптали дорогу чтобы мы сейчас себя смогли спокойно нормально чувствовать поток людей не уменьшится ребята и будет еще больше просто мы лен благодарны вам вот от чистого сердца спасибо большое что вы для нас делали от имени всех кто приехал давно принимаете благодарности но с чувством благодарности за то что они об этом это захотели узнать и понять потому что откровенно говоря когда я писала о том что происходило 20 лет назад а потом прочитала уже лет через пять-шесть это эту статью то вы знаете она уже не чувствовала она не была столь актуально и злободневно потому что люди которые это слышали они уже не понимали что так бывает ну в любом а мы тебе верим мы хорошо я очень благодарна вам за веру благодарю вас всем пока пока